Мы решили узнать у нашего слушателя, что он думает о безлимитном обучении. Как давно вы учитесь в нашем центре? Ну, вообще я пришел в центр специалистов в 2010 году, и еще тогда начал набирать сразу все комплексные программы. По 5-6 курсов расписывать. А вот сейчас я это делаю в рамках безлимитного обучения, еще больше. Почему вы выбрали именно безлимитное обучение? Потому что, а, это мне экономически выгодно, потому что я беру, так сказать, знание оптом. Б, потому что я всегда могу пересмотреть в процессе обучения свою программу. Есть ли какое-то отличие от очного обучения? Опять же, разница чувствуется только в каких-то узконаправленных таких курсах, в которых необходимо очень плотно работать с каким-то оборудованием. Вот там ты понимаешь, что лучше бы было находиться в классе. Как вы думаете, кому в первую очередь подойдет безлимитное обучение? Ну, я бы порекомендовал безлимитное обучение все-таки тем, кто собирается изучить комплекс каких-то дисциплин. Если ему необходимы какие-то конкретные знания для использования на практике здесь и сейчас, то лучше тогда использовать традиционное. Там просто взять курс, отучиться на этом курсе, сходить на него лучше очно, чтобы во время просмотра вебинара его не отвлекали по рабочим вопросам. А если человеку действительно нужно изучить какой-то комплекс, прийти к какому-то такому более стратегическому, не тактическому результату, то, конечно, ему лучше подойдет безлимитное обучение, потому что в рамках него он может, во-первых, не только изначально составить какую-то программу себе, он может потом ее изменить и подстроить под то, что ему необходимо в итоге. В настоящий момент я занимаю должность технического директора в одном облачном провайдере. И мне постоянно приходится, во-первых, как-то самообразовываться в плане тех сервисов, которые предоставляет наша компания. Во-вторых, у меня в подчинении находится штат сотрудников, которые тоже, в свою очередь, проходят какие-то курсы, и я не должен от них отставать в плане знаний. Ну и, в-третьих, я прохожу курсы, специализированные по управлению проектами, по управлению сервисами типа ITIL и так далее. Это тоже мне помогает работать и занимать эту должность и работать в этом направлении. Вообще, наше направление – это IT. И когда я начинал только учиться в специалисте, это были строго такие айтишные курсы. Это были курсы Microsoft, Cisco. А потом уже дальше, в процессе обучения, я стал присматриваться к каким-то управленческим курсам, на которых я уже получал знания, необходимые мне для управления коллективом. И я прошел путь от рядового системного администратора до технического директора, и все это было, в общем-то, в процессе прохождения курсов специалиста. Поэтому можно сказать, что с 2010 по 2016 год вся моя карьера строилась параллельно с обучением специалиста. Наверное, в первую очередь я благодарен специалисту за то, что какие-то сложные вещи преподносились в достаточно простой форме, и мне всегда это давало уверенность в том, что все можно изучить, было бы время. Спасибо специалисту за тот багаж знаний, который я получил во время обучения за эти 6 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!